Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые любители шахмат, специально для Chess.com.ru. Я сегодня с вами проведу несколько интересных мгновений в обзоре тура, очередного тура, который состоялся сегодня. Итак, дорогие друзья, YouTube Twitch, всем привет. И сегодняшней парой, сегодняшней самой интересной партией, пожалуй, стала партия One Forest и Гири. Именно ее мы сегодня с вами и разберем. Очень такая интересная в плане стратегической и тактической борьбы. И сегодня One Forest играл белыми. Его положение в турнире было, не сказать, чтобы сильно хорошее, но он его сегодня точно улучшил, забегая вперед. Ну а Гири как раз-таки был в группе преследователей Магнуса, но не удалось. Итак, что же произошло сегодня? Значит, был разыгран вариант защиты Немцовича. И сделан был ход А3. Если я не ошибаюсь, ход А3 имеет название варианта Бронштейна. Во всяком случае, так писали еще в старых книгах. Данным ходом белые самолично, по сути дела, заставляют испортить себе структуру. Чаще можно увидеть, что черные и так в некоторых вариантах собираются меняться. Но вот, в общем-то, здесь у белых возникает масса различных идей. В частности, одна из главных идей – это построение вот этого мощного пешечного центра. Ну и, конечно, здесь сыграно было немало. Могу лишь сказать, что эти позиции встречались и у Ботвинника. То есть, здесь есть структура. И, в общем-то, здесь путь соли уже съели на данных типах позиций. Ну вот, в этой ситуации пошел гиря максимально жестко. Б6 – это один из сильнейших ходов в данной ситуации. Мы видим, что не торопится черный король пока уходить в короткую рокировку. И это позволяет белым расставиться следующим образом – Ф3. Также существует в таких ситуациях еще иногда ход Е4, идея которого заключается в следующем. Ну и в данной ситуации, скажем, не знаю, может быть даже Ф5, ферзь бьет Ж7 и ферзь Ф6 позволяет скорее получить приблизительно равную позицию, где у черных проблем нету. У белых есть пешка на С4. Вот это вот структурное изменение, оно может быть в пользу черных. Итак, значит, конечно, белые играют по-другому. Они играют Ф3, то есть задача поставить Е4. И гиря дает возможность это осуществить. Играет конь С6 и идет за пешкой С4. В общем-то, такая встречная, жесткая, интересная борьба, потому что во многих вариантах пешка С4 жертвуется. Задача белых привести в движение пешечный центр и атаковать густиона черных. Особенно это хорошо известно, когда черные ставят короля в короткую сторону. Ну, что же было в этой партии? Слон Д3, слона А6, ферзь Е2. Белый пока не торопится прощаться с этой пешкой. В общем-то, нет никакой необходимости на данный момент. Здесь масса целых, масса ходов. И Д6, и Д5, и С5. Вот всевозможные движения, неторопливые, типа ферзь Е7. Ну и вот можно что сказать. Существовал здесь такой вот размен коня на слона, то есть, чтобы испортить как бы стратегический план белых. Все-таки они часто играют с двумя слонами. Ну, белые, скажем, в данной ситуации возвращаются в ладью на один. Ну и вот оценить эту позицию не так-то просто, потому что у белых слишком простой план. Ф4, конь Ф3, и от него, в общем-то, нет, от лома нет приема, как говорят в таких случаях. То есть черные, конечно, вроде как бы и что-то решили, а на самом деле ничего не решили. И вот в перспективе, по ощущениям, эта позиция может оказаться очень неприятной. Так что конь Б3 не уравнивала. Черные сыграли Д6, Ф4, все пошли вперед. Ферзь Д7 разумно очень. Ферзь направляется на поле от С6 и А4, где будет присматриваться к пешке С. И, соответственно, белые развиваются конь Ф3. Ферзь А4, конь Д2. Ван Форест эту позицию, очевидно, знал. Очевидно, что двигали они руками. Вполне возможно, с Магнусом. И позиция черных все-таки оказывается опасной. Е5. Такое продолжение следит гире. В общем-то, ход достаточно конкретный, потому что ему самому не хотелось допускать пешку на Е5. И в связи с этим он так сыграл. С другой стороны, может быть, стоило попробовать сыграть так сразу. Но это уже другая история. С Билой сделали логичную рокировку. И теперь возникает вопрос с королем. Что же делать с королем черных? Вот в этой ситуации черных была опция рокировать в длинную сторону. Но, в общем-то, после длинной рокировки нужно всегда следить за идеями с ходом С5. То есть иногда даже можно эту пешку просто вбрасывать за компенсацию. И в ответ у черных не всегда находятся достойные опции. Ну и, конечно же, простые какие-то позиции. То есть ФЕ, ДЕ, скажем, слон Б2 или Д5. То есть они все равно оцениваются в пользу белых за счет именно структуры, за счет пространственного перевеса. И, конечно, в таких позициях иногда можно как-то укрепляться. Но все же они в пользу белых. Но сделал он короткую рокировку. И этот ход все-таки оказался более опасным, потому что теперь у белых тематическая жертва на Ф6. Ее можно было сразу применить, открывая таким образом короля. Но сыграв ладья Б1, он Форест, в общем-то, показал, что он полностью контролирует ситуацию. То есть он не стал торопиться сразу брать на Ф6. Хотя, в общем-то, как я сказал, уже можно было. И подождал уже ход С5, подождав уже этот ход, срубил на Ф6. Очень конкретный ход, очень сильный ход. И здесь очень красивые варианты возникают. Особенно, скажем, после ЖФ. В этой позиции у белых существовал даже феноменальный совершенно ход. По-моему, ход, если не ошибаюсь, Конь Б3. Я рассматривал какой-то фантастический ход Конь Б3. И вопрос, зачем? То есть Конь идет совершенно в другую сторону. Вроде бы должен управляться либо на поле Ф5, либо на поле Д5. Здесь же он с этой стороны начинает приставать к Коньону А5. На самом деле, просто идея вывести Слона на А6. Скажем, в случае Конь Б3, белые нападают на мат, угрожают матового хода. Уходит Король на А8. И теперь ходом Ферзь Ф3. Ферзь Ф6. Ход единственный. Д5. Опять-таки важный промежуток. Слон Ф8. То есть белые отыгрывают сначала качество. И съедают на Б3. Вот эта позиция у черных тяжелая. Дальше Ладья возвращается на Ф2. Но, в общем-то, очевидно, что давление белых здесь бесспорно. Но, с другой стороны, может быть, черные эту позицию как-то и могут еще держать. Ну, окей. Возвращаемся назад. Что же последовало после ЖФ? После ЖФ Ферзь Ф3. Белые сыграли сразу. И черные вернулись на С6. Чем позволили сыграть Д5. Я отмечу, что в партии, в принципе, вот один из вариантов, который также мог быть рассмотрен в этой ситуации. Это... Да, сейчас, секундочку. Да, ход Конь Ф1 я также рассмотрел. То есть идея этого хода в том, что, опять-таки, открывается дорога слону. И здесь он как-то более логичен. Ближе к королю. То есть хочется везде поставить мат. Черные должны парировать все это ходом Король А8. И здесь вот очень симпатичная идея. Ферзь Ф3, Ферзь С6. То же самое, в принципе, было и в партии. Д5, Ферзь Д6. И Конь Е3. Здесь ладья Ж8, к примеру, ход плохой. Вот мы сейчас вернемся к партии. Здесь все это мы посмотрим. В партии гири играл слон С8. Симпатичный просто вариант, на который стоит обратить внимание. Конь А6, ладья Ж7. И белые играют ладья Б2 с идеей на слон С4. Скажем, просто пойти ладья Ф2. И вот здесь очень интересный момент. Вроде кажется, что черные максимально укрепляются на поле Д6. Обратите внимание, что сейчас Конь идет на блокадное поле. Но вот ходом Ферзь Ф1 белые пытаются выдавить пешку на Ф6. Они ее съедают. И после входа Ферзь Е7 возникает вопрос, а что, в общем-то, грозит. То есть, ладья Ф8 и Конь Бет Е4. Уже, может быть, черные будут перехватывать инициативу. Однако следует феноменальный ход Х4. И на Конь Бет Е4 следует ход слон Ж5. И вот эта позиция, на первый взгляд, которая кажется, у черных уже что-то лишнее вообще-то, но на самом деле совершенно патово для черных. И они здесь очень быстро погибают. Но надо обратить внимание, что действительно очень красивый вариант. Х4. Такие вот ходы неспешные, которые не каждый человек белковый сможет поднять. За доской тем более. Итак, возвращаемся к партии. После Ф3, Ф6, Д5, Конь Ф1. Так, в принципе, и было. И сыграв слон С8, Иван Форрес продолжил неспешное улучшение позиции фигур. Слон направляется на поле Х4, что, в общем-то, разумно. И пришел он Х4. И в скором времени возникла одна из ключевых позиций, которые, в общем-то, и обсуждалось во время трансляции Александра Грищука и Александра Костенюк. Для чего же все-таки к гире пошел Ладья А6? Ну, я так полагаю, что, конечно, на Ладья А6, очевидно, что потеря времени. Стоило сразу как-то играть действительно с Лонгой С7, как указали наши уважаемые комментаторы. Ну, и затем пытаться как-то подтянуть Ладзиому, потом, может быть, как-то все-таки Коняву опять вытащить главную проблему черных. Ну, и в этом случае, скажем, после, скажем, хода с Лонгой С7, белые бы продолжали ходом Ферси в 2. И начинали вот этот свой маршрут слона на А5. От него, в принципе, защититься практически невозможно. Ну, вот, скажем, Ладья А8, слон Е2. И черным, не знаю, играть уже Ф5 приходится. Какие-то сложные решения. Но Е8, Ладья А8, эта позиция, конечно, несмотребельна. То есть здесь, ну, наверное, просто убивает Ф6. Слон потом может возвращаться на Д3. Ну, в общем-то, говорится, дело здесь точно не должно долго продлиться. У белых очевидный плюс. Ну, это лишь один из таких подвариантов, который как раз-таки интересовал наших уважаемых зрителей и комментаторов в том числе. Что здесь ничего особо не менялось. То есть позиция уже тяжелая, тяжелейшая. Но, тем не менее, Ладья А6 совсем оказалась плохо. Потому что после Ферси в 2, опять-таки, типового тематического, то есть Ферси освобождает поле слону. И возникла такая, в общем-то, приятная позиция, где, ну, здесь вот, может быть, пожалуй, Фанфорес смог сыграть более четко. Начав с хода слону Н5, он же решил сыграть Н3. В принципе, и то, и другое возможно. И вот на слону Н3 здесь, конечно, уже тяжело предложить что-то, потому что белый еще подготавливает ход слону Н4, ко всему прочему. Ну, взяв Н3 и получив слон Н5, партия завершается, потому что теперь черные добираются еще до пешки, белые добираются до пешки в 6, прошу прощения. И все разваливается очень быстро, очень стремительно. Проведенная партия от Ван Фореста. И, конечно, для Гири, в общем-то, это очень серьезный удар, на мой взгляд, потому что Гири один из таких вот стабильных парней, которые, в общем-то, хорошо чувствуют стратегию. Но здесь вот прям он был полностью уничтожен. По-другому никак не скажешь. Здесь было просто тяжело бороться с Ван Форестом сегодня. Он был очень хорош. Ну и, в общем, финальная позиция, которую вы наверняка уже видели. Красивый ход ладья Н3. Ну и идея его в том, что на слону Н3 следует Д7. Д7 с угрозой ферзь Б8. Это очень красивая концовка партии. Так, к сожалению, не было. Здесь Гири, не дожидаясь взятия на G6, решил остановить эту партию. Ну и, в общем-то, мы поздравляем с небольшим таким стратегическим достижением Ван Фореста. С другой стороны, по большому счету, любой бы из нас наверняка бы занес до этого же качества на F6 и сделал несколько таких вот спокойных ходов. И, быть может, одолел бы даже не только Гири, но и самого Карлсона. Так что, друзья, ну вот такая партия, тем не менее, она, безусловно, интересна. Там были еще моменты, которые я, естественно, не смог вам за короткий промежуток времени доложить и рассказать им, не будьте слишком строги в комментариях. Так что, буду только рад вашим каким-то редакциям и критике, соответственно, небольшой. Ну, а я с вами на этом, наверное, прощаюсь. Желаю вам хорошего вечера. Продолжайте следить за Вейконзея вместе с Ческом.ру. Подписывайтесь на канал. Скоро будет большой турнир с призовыми подписками, потому что подписчиков уже стало более 50 тысяч. Так что, вот такая вот история, друзья. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...